Закажите кредитную карту Альфа-Банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Первый четкий сигнал. Сигнал невысокий. Скачет 2934. Пик-пик-пик-пик-пик. Что же у нас за первый сигнал сегодня? Дедушка Хабар порадует нас сегодня чем-нибудь интересным. Но положительная находка, украшение конской упряжи тоже хорошо. Хожу сегодня я с маленькой лопаткой. Поле перепахано, поэтому можно и с маленькой лопаткой походить. Сигналчик был. Копала без камеры, потому что думала, что проволока. А это у нас ложка была когда-то алюминиевая. Несколько сигналов откопала и все проволока. Надо с вами поздороваться. Всем здравствуйте, дорогие мои друзья. Будем копать сегодня на спаханном поле. Очень замечательно. Погода у нас сегодня слегка ветреная. Но не жарко, не холодно, нормально. Будем искать с вами золото и серебро. Думала уже серебро. А это обман. Смотрите, от батарейки. Кругленькая бьет, как монета. Очень хороший сигнал. Сигнал был такой, думала пробка. А это у нас пуговица. Самая простая алюминиевая пуговица с халатика. Жизнь была. Находки идут потихонечку. Монетки ищем. Ну наконец-то какой-то сигнал хорошенький. Вот здесь я откопала конинку маленькую. Думала, ладно, ничего не интересного. Подкопятся конинки. Потом все покажу. Сейчас вот сигнал. Хоть какой-то. Приехала сегодня поздно. Жалко. Время уже у нас прилично. Вроде бы выходные дни. И как-то все не получается. Так, где наш сигнал? Где-то вот здесь. О, смотрите, на ребре. Монета я вижу. Ой. Монетка, монетка. Подсыхает уже. Монета интересная попалась. Три копейки 1926 год. Ранее советики очень приятно находить. Вспоминается сразу кинокомедия. «Джентльмены удачи», где снимался Евгений Леонов. Это его год рождения, 1926 год. Очень часто смотрю эту кинокомедию, где он снимался в роли доцента. Вспоминайте, какой хороший цемент. Даже не отлипает совсем. Кто это сказал, пишите. Кто помнит. Думаю, многие помнят, кто это сказал. Так, монетка замечательная. Сталинского периода. Наконец-то первая монетка. Так сразу весело как-то на душе стало. Да. Ох ты, птичка прилетела. Что за птичка? Эх, не успела снять. Улетела. Ну ладно. Да, поля, конечно, большие. Ходишь, ходишь, ходишь. Мелкие сигналы идут. Крупного железа нет. Деревня здесь, конечно, была очень большая. Ходить можно и ходить очень долго. Так, ладно. Продолжаем поиски. Уже начало есть. Только жалко, что уже, смотрите, солнышко уже село где-то в облака. Пасмурно. Но, тем не менее, все равно хорошо. Пока светло, будем ходить. Сигнал у нас 66. До 75 как-то доходит. Видных сигналов не так много. Хорошо сигналит. Хоть бы, хоть бы что-то интересное. В ожидании чего-то хорошего. Так, где-то пикнуло. Так, надо проверять. Запикало, запикало. Ой, запикала монета. Друзья, монета запикала. Что за монета? Копеечка медная. Вот вам и сигнальчик. Сначала 68, а потом уже прыгнула на 75. Вот так, медный сигнал. Одна копеечка 1913 года. Слегка ее помыло. Рельефчик есть. Все очень замечательно, хорошо. Монета правления императора Николая II. Замечательно. Если вы решили заняться приборным поиском, рекомендую магазин у деда Мити. В этом магазине представлен широкий ассортимент металлоискателей и различных аксессуаров для поиска. А также в этом магазине действует система трейд-ин. Вы можете обменять свой старый металлоискатель на более новую модель. При заказе металлоискателя не забудьте назвать промокод в поисках клада с Дашей. Вы получите скидку или подарок. Ссылка на магазин будет в описании под видео. Переходите, заказывайте. Сделала шаг и еще один сигнал. Не знаю, монета это или нет. 38-39, хороший сигнальчик. Сегодня на поле здесь очень много комрадов. Приехало несколько машин. Целые толпы по полю ходят. Это у нас не монета, а конина. Тоже положительный сигнал. Украшение конской упряжи. Так что вся середина поля занята. Ходим опять по окраинам. Что делать? Потому что так шумно. Я даже вообще ничего не слышу. И снимать невозможно. Ушла от них подальше. 38-39. Ой, это у нас, наверное... А, нет, это у нас стеклышко. Нет, это не то. Я уже расстроилась. Это тоже не то. Сейчас поищем. А это... Это у нас проволока, друзья. Ё-моё. Монеток мало пока. Зато, смотрите, полный карман проволоки. Уже ходить не могу. Штаны спадают. Надо в рюкзак всё перекладывать. Время у нас уже 19.38. Поздновато. Поздновато, конечно. Тороплюсь сегодня. Смотрите, какой у меня сигнал. 84. Просто зашкаливает сигнал. Вертикальная палочка. Медь, медь, медь. Ух ты! Какой осколок. Шикарный. Древний выпал. Всё, никак не могу по центру походить. Деревни. Сигналит хорошо. Всегда занято. Там богачи жили. В центре. Ух ты! Ух ты! Вот это, да? Смотрите. Какая у нас монета. Здоровенная. Вот это у нас. Ой! Всё, у меня потерялась у нас монета. Куда-то потерялась. Убежала от меня. Да, смотрите. На этом поле есть что поискать интересного. Не знаю, что это за монета. Но монету такую очень приятно находить. Здоровенная монета. Тяжёлая. Непонятно, что за монетка. Сейчас мы её почистим. Посмотрим. Вот это, да. Смотрите, не глубоко. Не глубоко совсем лежала. Монета, конечно, большая. Но вот смотрите. Это у нас масон попал. Пять копеек. Редкая находка. Очень редкая. Жалко. Подзатёрта, конечно, она. Но видно, что было пять копеек. Печально, конечно. Такая монета и подзатёрта. Они вообще, эти монетки, слабый рельеф у них. Но бывают, конечно, в хорошем сохране. Год какой-то 1800, какой-то год. Плохо мне очень видно. Может, вам видно. Вот так увеличу. Может быть, вы сможете определить год. Масончик. Крылышки вниз. Да, монетка интересная. Побольше бы интересных монет. Где у нас пятаки екатерининские? Почему я их не нахожу? Ну ладно. Монета классная. Всё равно, как находка, очень приятная. Продолжаем дальше наши поиски. В полях ветер. Не знаю, как от него спрятаться. Слышен звук меди. 75-76. Рвает вот так вот на пятачок. Попадёшь и копаешь, и копаешь монетки. Звук приятный, хороший. А вот даже искать не надо. Выкопали. Монитосина. Друзья, сижу сейчас спокойненько. Тут хотела монетку чистить. По плечу меня так. Бац, 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 бац. Камратка говорит, пока мы поехали. Ой, я так испугалась. Даже не слышала, как подошли. Ой, блин. Испугалась. Сейчас знаете, что они рассказали? Говорит, ты ходишь по полю? Слышала, чтобы кто-то разговаривал? Я говорю, не знаю, не слышала. А мы, говорит, слышали голоса. Уже, говорит, какой раз сюда приезжаем и слышим. Чьи-то голоса на поле. Не знаю, я говорю, никогда не слышала здесь никаких голосов. Говорит, так жутко. Посмотришь, влево-вправо никого нет. А голоса... Вот так вот бывает. Здесь, наверное, все равно деревня была. Чьи-то души ходят умерших людей. Ой, так страшно. Сейчас боюсь ходить. Правда, нет, вы сказали. Говорит, так жутко. Влево-вправо никого нет. А голос слышишь? Ой, напугали меня. Вот и пока-пока. Оставайся с голосами на поле. Одна копейка у нас 1924 года. Жутко теперь ходить. Ну, надо людей живых бояться. Если даже какие-то души ходят. Что их бояться? Что они могут делать? Так, ладно. Не будем обращать внимания. Копейка 1924 года. Хорошенькая медная копеечка у нас. Сталинского периода. Все замечательно. Ищем дальше. Еще один медный сигнал. Место хорошее. 82. Хороший медный сигнал. Я говорю, больше так не делайте. Со спины. Можно так в омурок упасть. От страха. Просто когда люди неожиданно похлопают по спине. Это вообще страх. Фу. Пыльно как. Так. Где-то что-то пикало здесь. И все. Пропало. Ох. Не там ищем. Фу. Так. Где здесь? Вот она. Красотка. Красоточка. Царица полей. Сразу видно. Вот это хорошая монета. Мостон был весь заливший. Это вот сразу хорошая монета. Видно. Сейчас я ее помою. И посмотрим. Красоту такую. Царицу полей. А ее и мыть не надо. Смотрите. Сейчас хотела мыть. А она так подсохла. И все прекрасно видно. И год. И саму монетку. Две копейки. Медная монета. Какого года? 1821 года. Это у нас Александровская монетка. Александр I у нас вступил на престол в раннем возрасте. Ему было 23 всего года. Такой молодой. И вступил уже на престол. Это старший сын Павла I получается. Ой, руки засохли. Не могу прямо. Идем все дальше в поля. В надежде найти что-то вообще классное. Хочется серебра покопать. Где серебро? Где золото? Николаевский рубль когда найду? Не знаю. Не везет? Где эти рубли? Все, наверное, собрано уже. Такой роскоши в полях уже не найти. Что ж такое дома лежит? Находка скачет. Вообще глухой сигнал. Это у нас украшалка конской упряжи. Маленькая штучка сигнале 12. Сигнал 19. Положительный сигнальчик. Невысокий. 19. Что здесь у нас? это украшение конской упряжи. Сколько же этой канины в полях? Это просто ужас. Древняя вещь берем. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Сигнал 25. 24-25. Может быть проволока. Не знаю. Скрученная. Проволока. Но проволоки нам точно не надо. Это проволока. Ой, нет. Хорошо, что не она. Не хочу копать проволоку, друзья. Я уже вгибаться не могу. Она мне так мешает. Так и не выложила я в рюкзак. Что-то в руке. 24-25. Кругляшок. Но не монета. Ой. Снова украшение конской упряжи. Одна за другой идет. Сигнал. 33-32. Так. Где-то наш сигнал. пропал. Наверное, выкопали где-то здесь уже. Купая земля. как все выкопала. Так. Как все выкопала. Ну и где. Вижу монета. Золотая лежит. Золотая монетка. Вообще хорошенькая. монета. Какой год. Какой год. Затертая вся монета. 2 копейки. 2 копейки. 2 копейки. 1946 год, по-моему. Вроде бы так. 46-й год. Слегка погнутая монета. Немножечко. Видите. Так. Советское время пошло. потихонечку. Потихонечку дело поисков наше идет. Еще можно походить. Пока все видно. Ветер не стихает. Все дует, дует ветер. Нашла сейчас конинку. Потом снова сигнал. Половина пуговицы. Очень интересно, да? Половина пуговицы. Сломалась. 64-65 сигнал. Надо продвижаться все-таки в центр. На окраинах, конечно, есть находки, но маловато. Окраина есть окраина. Так. Маловато. Хожу много. А находок мало. Тишина. Что здесь такое? Где-то рядышком сигнальчик. Пик-пик-пик-пик-пик. Маленькое что-то совсем... Совсем малюсенькое. Залипла как-то монета. Вообще вся залипла. Попытаемся сейчас как-нибудь ее помыть. Не знаю как. Друзья мои, бесполезно. Здесь мне в поле ее нет мыть. Не знаю, может полушка. Как вы думаете, что за монетка была? Вся залипла, к сожалению. Возле кустика у меня сигнал. Кустик большой. В поле растет. 37-38. Почему-то они убирают такие кустики. Вокруг гоняет трактор этих кустов. Сейчас такая техника, что все можно убрать. на поле они вообще ни к чему. Занимает только место. Нету. Тишина. Ух, сразу как. Хорошо запитало. Это не монета. Какая она штучка интересненькая. Смотрите. Что это было? Украшение конской упряжи? Или накладочка какая-то? Но вещица интересная. Вот, смотрите. Кто как думает, что это такое. Пишите, кто знает. Фух. Может, кора уже заедает. Красота, конечно. Вечером мне нравится ходить. Сегодня пасмурная погода, поэтому заката красивого мы не увидим. Но вот так, смотрите, красота. Небо сегодня все в облаках. Облака ходят, а дождика у нас нет. Вообще засуха. У меня даже газон высох весь. Надо уже газон поливать. Все высохло. Просто земля как зола. Даже картошка долго не сходила. Пришлось поливать идти, потому что вообще сухая земля, как она может зайти в такой сухой земле? Влаги нет вообще. За всю весну не было дождика. Лето уже идет вовсю и дождя нет. Все у нас высохло. В этом году урожая не будет. Сигнал невысокий. 20-22 вроде бы. Так. Сейчас бац. И конина. Это проволока вообще. Маленькая проволочка. Ничего себе такой сигнал выдает. Вообще здоровский сигнал. Как будто монета. Сигнал похрипывает. Но их так мало на поле. Что? Выкопаем. А вдруг? Ой, здесь елька сырая. Хорошенькая. Нет, это палочка. Я думала монетка советская. Пик-пик-пик. Что-то здесь. Что-то здесь. Есть. Сырая земля. Приятная такая. Ой, у меня в руке уже. Сейчас на сухую земельку. Ну, что тут? Украшение конской упряжи. Вот что. Эх, ну что такое? Где монеты? Почему монеток мало? Снова украшение конской упряжи. Малючка. Вот у меня еще какие были конинки. Всякие, разные размеров. Вот эта вообще симпатичная попалась. Это средненькая. Две маленьких конинки. Еще вот такую штуку откопала. В общем, сегодня конская упряжь у меня. Целая горсть, наверное, уже. Если всю собрать. То, что эту вам я не показывала. Кое-что показывала. Эту нет. В общем, копаю конскую упряжь сегодня. Снова сигнал. И снова конина. Только вам показывала. Опять конинка. Симпатичная попалась. Как же ее много в поле. Под уши валяется. Жили же раньше люди. Эх, где же вы люди? Уже давно вас нет. Подошва осталась. Тоже подбитая гвоздиками. Древняя подошва. Бедные мы люди. Какая у нас короткая жизнь. Жили бы все. Лет хотя бы 150. Я бы не отказалась. Хочется жить долго. У меня прабабушка 103 года прожила. Долгожитель была. У меня папа все говорил. Может быть я буду долгожитель. Но вот видите. Жизнь бывает так распорядиться, что раз и вырывает человека. Смерть вырывает людей в раннем возрасте. Ямки камрадов не заровняли. Ребята пробежали. Тут накопали очень глубокие ямки. И у нас здесь сигнал. Невысокий. 25, 22. Пробежали. Высокие, наверное, сигналы копали только. Некоторые копают только медь. Я все копаю. Все цветные. Не то, что все. А все цветные сигналы копаю. Потому что мало сигналов. Ай, ерунда какая-то. Ну ладно. 14, 16. Думаю, сейчас сяду возле березки. Посижу, отдохну. Съем пирожок с капустой. И пойду в сторону машины. И сигнал у меня. Пока отдыхаю, сделаю обзор. Не знаю, что здесь. Может быть, тканина. Слабый сигнал. Невысокий. Нет, наконец-то не конина. Маленькая монета. Монета. Я уже думала, одна вторая копейки. Нет, это советская монета. Какого года? 1973 года. На канале у нас такие люди. Есть 1973 года. Пишите. Вам большой лайк поставлю. Красавица березка. Сижу, отдыхаю на бугорочке земли. Сейчас сделаю обзор. И выключаю камеру. И потихонечку пойду в сторону машины. А то пока до машины иду, уже будет, наверное, темно. Что у нас в итоге получилось? Куча конины. Смотрите. Столько пришлось копать. Сапутки куча. Нашла вот от керосинки. Симпатичную деталь. У меня тоже дома есть керосиновая лампа. Старинная. От бабушки досталось. Столько времени на это все надо тратить, чтобы выкопать. Монетки сегодня были, друзья. Были. Пятачок сегодня масонский нашла. Четыре у меня сегодня империи. Одна медная монетка. Двадцать четвертого года. И здесь еще три советика у меня. Но я все равно довольна. Свежий воздух. Природа. Просто замечательно. Подышала свежим воздухом. Походила. Тихонечко хожу. Не спеша. Но ходила сегодня, видите, по окраине. Сигналов цветных не так и много. Но что было, все копало. Но вот по монетам получилось как-то так. Хочу пожелать, чтобы ваше сердце всегда грело надежда. И добрые улыбки дорогих людей. Всем мира, добра, здоровья, благополучия. Всего вам хорошего и самого доброго. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok